Здравствуйте! С вами программа «Час православия». 4 декабря Церковь празднует введение в Храм Пресвятой Богородицы. Это двунадесятый, то есть один из двенадцати самых главных послепасхи христианских праздников. Когда Деве Марии исполнилось три года, ее родители, святые праведные Иаким и Анна, привели свою дочь в храм для посвящения ее Богу. Этот праздник показывает нам, как с первых своих шагов, напутствуемая отцом и матерью, наставляемая ангелом, Дева вступает в святая святых. Поэтому мы воспринимаем и отмечаем этот праздник как начало нашего спасения, как наше вхождение в храм. Этот день еще традиционно считается праздником христианских родителей, которые приводят своих детей в храмы Божьи. Ведь совсем маленькие и беспомощные малыши не могут положить это доброе начало сами. И потому в нашей сегодняшней программе разговор пойдет о том, как в современном мире ребенку входить в церковную жизнь, как ему обретать веру и что для этого необходимо делать нам, взрослым. Введение во храм Пресвятой Богородицы произошло так. Родители Девы Марии, праведные Иаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, что при рождении дитя они посвятят его на служение Богу. И когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители выполнили свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках, они привели ее в Иерусалимский храм. В храм вела лестница в 15 высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы сама взойти по этой лестнице. Но как только ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божьей, она быстро преодолела остальные и взошла на верхнюю. Затем первосвященник по внушению свыше ввел Пресвятую Деву во святая святых, куда и сам он мог по закону входить только однажды в год, как бы предрекая, что эта отраковица сама сделается одушевленным храмом Божьим. А вот что говорил в своем слове на праздник видения святой праведный Иоанн Кронштадтский. Какой прекрасный пример для отцов и матерей, и для их детей, и для дев, и юношей христианских. Родители, воспитатели, родственники детей, пусть чаще и неотменно во все воскресные праздничные дни водят или посылают их в храм на общественную молитву. В храме дети будут часто слышать имя Господне, научатся великим истинам творения мира, человека, познают Спасителя, Божью Матерь, узнают имена святых, о воскресении мертвых, в будущем суде, о будущей жизни и вечных муках грешников, и научатся от Духа Божия быть добрыми христианами, а это дороже всего на свете. Любовь к храму, любовь к церковной жизни, она дает нам очищение, дает нам просвещение, дает нам укрепление наших телесных и душевных сил. Поэтому и Святая Церковь призывает нас к тому, чтобы мы имели правило такое, чтобы каждый воскресный день, каждый праздничный день мы ходили в церковь по примеру Пресвятой Богородицы, которая с трех лет полюбила церковную жизнь, церковь, и она находилась там и не скучала в храме Божьем, как это бывает с нами, что мы приходим и здесь иногда скучаем, думаем, как быстрее бы закончилась служба. Она день и ночь, годы целые находилась в церковь, наслаждалась благодатью Божьей и не хотела уходить из церковь, хотела оставаться всегда. Но многие из современных родителей сами еще не пришли в лоно Матери Церкви. Некоторые из них заходят в храм мимоходом, исчерпывая всю свою веру, заказом треп, зажжением свечи. Такие родители вряд ли укажут своему ребенку, как стать местом в селении Святого Духа. И в этом не их вина, а их беда. Потому та просветительская деятельность, которую проводят педагоги катехизаторского отдела Екатеринбургской епархии, призвана помочь и детям, и родителям не только войти в храм, но и остаться в нем. Работа по дошкольному православному образованию ведется уже на протяжении пяти лет. Она началась по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского в Викенте в июле 2001 года. Тогда перед православными педагогами стояло много задач. Освоив специальную программу обучения детей дошкольников основам православия, они должны были донести свои знания не только до детей и сотрудников детских садов, но и до родителей малышей. На одном из епархиальных мероприятий, посвященном проблемам дошкольного воспитания и образования, руководитель миссионерского и катехизаторского отдела Иерей Владимир Зайцев так определил роль православного педагога в детском саду. Вы, по мнению нашего правящего архиерея, являетесь тем мостиком и связующим звеном для многих невоцерковленных семей, воспитывая детей которых, вы тем самым располагаете душевно, сердечно к матери церкви, к ее традициям, к ее обрядам, к ее обычаям. И Владыка хотел обратить особенное внимание во время работы нашей конференции на вот это взаимодействие с семьей через детей дошкольного возраста. постольку, поскольку преподаватель православия, преподаватель нравственности, который допущен родителями до своих детей, должен обращать не меньшее внимание на семью, на маму и папу того ребенка, с которым он занимается в течение дня и который потом дома начинает пробовать воспроизводить те нравственные идеалы, тот пример образа жизни, который вы ему рассказываете. И здесь в докладах будет сегодня звучать эта проблема разрыва между детьми и родителями, разрыва между преподавателями, педагогами, воспитателями и родителями. И Владыка просил обратить на это особенное внимание. Если в школе, особенно в средней школе, тем более в старших классах, естественно, все основные усилия употребляются, собственно, на самого ребенка, то детский сад – это зона, очень сильно отличающаяся от среднего образования. Зона, где без помощи родителей, без их вовлечения в вашу деятельность воспитательную невозможно добиться никакого успеха. Организация дошкольного православного образования и воспитания в светских детских садах Екатеринбурга началась с апреля 2002 года. Именно тогда в епархии появилась учебная программа «Источник», сертифицированная Министерством высшего и профессионального образования Свердловской области. Программа была разработана специалистом по дошкольному воспитанию катехизаторского отдела Валентиной Ивановной Булатовой. Программа «Источник» рассчитана на обучение детей 5-7 лет основам православия в светских дошкольных образовательных учреждениях в рамках дополнительного образования. Согласно закону Российской Федерации о свободе совести и религиозных объединениях обучение основам религии в муниципальных образовательных учреждениях может осуществляться по желанию детей и их родителей только вне рамок образовательной программы и вне расписания основных занятий в саду. Поэтому основной формой реализации программы «Источник» стал православный кружок. И то, что малыши узнают на таких занятиях, они безутайки сообщают всем. Скажи, как тебя зовут? Денис Панаков. Денис, скажи, пожалуйста, а ребяткам нужно ходить в церковь? Нужно. А зачем? Чтоб узнавали крестики. А еще зачем? Чтоб... 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 Чтоб было радостно им. А разве бывает радостно, когда человек в храме? Да. А ты откуда знаешь? Я? Я знаю. Я ходил туда и узнал. Там было так красиво. Там уже шли на самый верх, там калакова звучали. А я ходил в церковь. Если сильно, вот так, по-большому стукнует, так сильно покачается, и бомбина будет. Тебе нравится, как звонят колокола? Я потом слышу этот колокол большой, так стукнует такой, дзин-зон, дзин-зон, дзин-зон. В Екатеринбургской епархии организация обучения детей основам православия происходит поэтапно. Так, на первом этапе изучается родительский спрос, хотят ли папа и мама, чтобы их дети обучались основам православия. Здесь важно отметить, что в самом начале работы, в 2002-2003 годах, инициатива, как правило, исходила от сотрудников епархии. А в последнее время, напротив, инициативу стали проявлять администрация детских садов, педагоги и сами родители. На следующем этапе происходит взаимодействие с администрацией дошкольного учреждения, обсуждаются программы обучения, формы сотрудничества. После принятия педсоветом положительного решения в детском саду проводится родительское собрание, на котором родители также дают свое согласие на обучение детей основам православия. И после всех формальных процедур в садике начинается просветительская работа, которая очень нравится малышам. Тебя как зовут? Саша. Сашенька, а скажи, пожалуйста, а что в церкви есть? В церкви? Батюшка. А еще? Еще Бог. А это кто? Бог создает. А что он дает? А что он дает? Я с мамой. А что Бог людям дает? Бог людей создает. А он их любит? А люди Бога любят? А ты откуда знаешь? Мама сказала. Потому что его Долованова говорила. Нет, мне Рона не говорила. Я так узнала. Целый день. Скажите, ты знаешь, что такое молиться? А что это такое? Надо спрашивать. А что это спрашивать? И у кого? У Бога. А что надо спрашивать у него? Чтобы он какую-нибудь игрушку создал. Понятно. А скажи, пожалуйста, а батюшка что в церкви делает? Тоже Богу служит. Богу служит, да? А как он это делает? Тоже ему говорит. Не видим никуда. Зачем люди ходят в церковь? Чтобы в другой кресле переменять. А еще? А что там в церкви есть? Водичка. Водичка. А что там делают с этой водичкой? Пьют. Пьют. Это какая-то особенная водичка? Ты не знаешь, как она называется? Святая, да? Святая водичка. А еще там дают конфетки сладкие. Да? А это кто дает конфетки сладкие? Бог. Готовя программу о церковлении самых маленьких, мы в первую очередь хотели рассказать о значении для малышей и для взрослых занятий по основам православия. Рассказать так, чтобы, во-первых, показать важность этой работы, а во-вторых, дать практические советы всем заинтересованным. Но главное, за такими серьезными разговорами не забыть о тех, для кого эта работа проводится. И мы отправились в один из детских садов Екатеринбурга на православные занятия. Уже на детской площадке нам довелось встретиться с самыми юными кружковцами. Поскольку наша встреча проходила в канун Нового года, то серьезные вероучительные беседы как-то сами по себе соскальзывали на подарочную тему. Но в этом возрасте подобные объединения интересов объясняются простотой устроения души ребенка, искренностью его желаний. У этих маленьких и мудрых людей легко получается просить ангела, чтобы тот, в свою очередь, поторопил Деда Мороза не мешкать с подарками. Говори, что ты хочешь сказать? Вы знаете, когда у человека крестик, у него ангел кружится по головке. А зачем человеку ангел? Чтобы охранять. А разве люди нуждаются в охране? От чего человека надо охранять? От ваших людей. А еще от чего? От ангел на ухо шепчет. Что ты говоришь? Ангел на ухо шепчет. А ты слышишь, что он тебе шепчет? А что он тебе шепчет? А что он тебе шепчет? Да, он не шепчет, я слышал дома. А что он говорил? А что тебе ангел говорил? Чтобы я хорошо верил. А теперь еще рядом. Вы знаете, Бог еще может говорить Деду Морозу, принести подарки, игрушки, то есть детям, чтобы быстрее, скорее, принес. Встретившись с самыми маленькими кружковцами, мы обратили внимание на то, как дети расположены к разговору о Боге, как они чутки, открыты к религиозной тематике. Малыши говорят о Божьем мире, об ангелах, как об очевидном. Но, может быть, это всего лишь влияние педагога, и родители, а такое они редко бывают, особенно на первых порах, правильно делают, что переживают по поводу замороченных голов своих чадушек. А если головы не заморочены, тогда почему им, таким маленьким, все ясно и понятно? Более того, они и нам все готовы объяснить. Прежде всего, в ребенке уже Богом заложена вера, она в нем естественно существует. То есть не нужно ему давать веру, нужно помочь ее раскрыть. И поэтому он сердцем, у него именно сердечное восприятие у ребенка, открытость. И он легко, очень естественно воспринимает. То есть для него чудесный мир, вот мир сказок, открыт. Он всегда верит, что есть Дед Мороз, там еще что-то. Также, естественно, он принимает и Бога, еще больше, еще глубже, потому что это уже реальность. Очень быстро дети, они начинают чувствовать через это благодать, вот эту вот силу Божию. Они непосредственно сразу получают опыт, потому что они и применяют его быстро в своих каких-то отношениях, ситуациях в своем внутреннем мире. Когда мы уже уходили с детской площадки, торопились попасть на занятия к старшим детям. Нам вслед стал кричать Саша. Похоже, он не успел сообщить что-то очень важное, и потому, догнав нас, слегка разволновался. Говори. А кто с колесником, у того и летает ангел вокруг. А что он делает, когда летает? Говорит, чтобы все хорошо вели. А ты слушаешь своего ангела? Спасибо тебе. Божьей помощи. В основном малышей на занятиях в садике готовят к школе. И это образовательное направление работы с детьми становится сегодня приоритетным. Для того, чтобы дети в детском саду могли не только обучаться наукам, но и получали бы знания о Боге, о церкви, а также основные нравственные понятия, взрослым пришлось проделать невероятно много работы. И слава Богу, уже есть плоды этого труда. За период с 2002 по 2006 год в Екатеринбурге было организовано обучение основам православия в 40 дошкольных учреждениях. В катехизаторском отделе епархии сформировалось дошкольное направление. Также в отделе был создан свой методический кабинет по дошкольному православному воспитанию, оснащенный соответствующей литературой, методическими наработками, наглядными пособиями. Специалистами отдела разрабатываются новые факультативные программы по обучению основам православия и сдаются методические сборники. С дошкольными педагогами регулярно проводятся педсоветы, на которых решаются организационные, методические вопросы. Но особое внимание сотрудники катехизаторского отдела уделяют проблеме воспитания при подготовке православных педагогов. Великий русский врач, хирург и педагог Пирогов говорил, воспитание должно идти впереди образование. И это нужно, потому что образование не может компенсировать недостаток воспитания. Невоспитанный в добре, красоте, любви человек не может распорядиться своим образованием по-мудрому. И это мы постоянно видим в жизни. Образованные, но не воспитанные должным образом люди создали средства массового истребления. И уничтожили, уничтожают природу, продолжают уничтожать все высшее, что есть в человеке. И все это с помощью образования, которое они сполна получили. Поэтому о воспитании, которое должно быть основой образования, следует не просто говорить, о нем следует бить в колокола. Ныне мы видим, как воспитание постепенно уходит из сознания народа, подобно воде, исчезающей в песке. В особенности это относится к новым поколениям, более молодым. В 90-е годы 20 века эта тема стала нивелироваться. В законе об образовании 92-го года вообще, да и нынешнего, вообще нет слова воспитания. Детские сады стали дошкольными, образовательными учреждениями. Где же воспитание? Оно осталось, пишет тот же психолог, в совести людей, в сердцах тех, кто верил и верит в великую силу и значение воспитания. Кто считал его не только своим профессиональным, но и моральным долгом. Нивелируя, искажая смысл воспитания, не зная, кого воспитываем, к чему стремимся, к какому человеку, мы тем самым уничтожаем саму мораль, нравственность, истинные идеалы и ценности. Насколько это опасно для общества, мы должны понимать. Сегодня, слава Богу, подготовлены православные педагоги, разработаны специальные программы, налажена работа по взаимодействию со светскими детскими садами. А ведь, когда эта работа только начиналась, в катехизаторском отделе был всего лишь один специалист по дошкольному воспитанию, Валентина Ивановна Булатова, которая и разрабатывала программу по православному воспитанию в детских садах «Источник». Однако, после успешного лицензирования программы возникла новая проблема. В епархии не было специалистов для ее реализации. И Валентина Ивановна стала преподавать сама, поступив при этом в Московский Свято-Тихоновский Богословский институт для получения богословского образования. Будучи прихожанкой храма во имя святителя Стефана Великопермского, Валентина Ивановна в первую очередь организовала работу с дошкольниками на своем приходе. Так, в сентябре 2002 года началась деятельность объединения «Родничок». Именно там проходили апробацию все теоретические положения и практические уроки, которые вошли затем в программу «Источник». Детей в «Родничок» приводили сами родители. Кроме того, занятия проводились и на базе близлежащих детских садов. С каждым годом желающих обучать детей основам православной культуры становилось все больше. И в сентябре 2003 года по благословению владыки Викентия на базе храма святителя Стефана Великопермского были открыты курсы по основам православной культуры для педагогов школ и детских садов Чкаловского района Екатеринбурга. В первую группу обучающихся пришло около 30 человек. И это были не только профессионалы, желающие работать качественно, это были верующие люди, стремящиеся работать на совесть. Мне тоже, в общем-то, нравятся эти занятия. Я с удовольствием готовлюсь к ним. Хотя трудно, потому что я первый год еще начала этим заниматься. Но интерес есть к этому. И с удовольствием веду эти занятия. Воспитатели очень рады, что в детских садах стали изучать православие. Есть еще одна причина, по которой многие педагоги так быстро откликнулись на призыв сотрудничать с епархией. Ведь люди этой профессии часто подвержены так называемому синдрому эмоционального выгорания, когда наблюдается процесс постепенного эмоционального, умственного, физического истощения. Иногда такое явление обозначается еще понятием профессиональное выгорание, что позволяет рассматривать его как деформацию личности под влиянием профессиональных стрессов. А вот верующим педагогам по наблюдениям священников удается сохранять и духовное, и физическое равновесие. Очень много сил требует работы с детьми. И у них, у человека, который там работает, у педагогов не хватает своих сил. И нужны силы Божьей, помощь Божьей. Вот это очень важно. И они очень это быстро понимают. Кто вот душой открыт, кто чувствует вот это вот, устает, хочет работать, но он уже выдыхается, человек такой, уже озлобление, раздражение накапливается. Потому что дети часто очень тяжело, трудно сейчас себя ведут. А тут они получают действительно надежду, помощь Божьей, подкрепление, чувствуют это и тянутся к этому. В настоящее время в Екатеринбургской епархии работа, начавшаяся с родничка, проходит уже во многих детских садах. А мы побываем на одном из таких занятий, где мальчиков и девочек 5-6 лет с основами православия знакомила Элеонора Ивановна Гаршина, педагог высшей категории. Тема урока на этот раз стало чудесное спасение от потопа семейства Ноя. На таком занятии вовсе не нужно рассказывать малышам о катастрофе вселенского масштаба. Ведь дети очень чуткие. Известен печальный опыт, когда они глубоко сопереживали гибнущими в водах потопа миру. И потрясенные услышанным уже не воспринимали продолжение истории о спасении мира, о примирении Бога с людьми. Поэтому воспитателю важнее всего на таком уроке показать и спасительность, и непотопляемость дружной и доброй семьи. Знакомить детей с библейской историей о потопе, самое главное объяснить им, почему было возможно спасение Ноя и его близких. Ведь Господь спас это семейство, потому что Ной был праведным и непорочным. Как говорится в Библии, он ходил перед Богом. Малышам невозможно, да и не нужно объяснять, что в канун потопа велико было развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, что земля была растлена, и всякая плоть извратила свой путь на земле. Дай Бог нам, взрослым, это понимать. А малышам нужно объяснять другое, то, что им близко и понятно. Господь спас семейство Ноя, потому что все в нем, и отец, и мать, и дети, были благочестивы, любили Бога и друг друга. А поскольку это урок добра, то детям так рассказывается история потопа, чтобы они поняли, были спасены не только люди, но и пары животных, а это тоже семьи. И все они не погибли, а спаслись в ковчеге заботами Ноя, который был послушен Богу. В прошлый раз, ребятки, мы с вами говорили о всемирном потопе. Помните? И мы нарисовали с вами, посмотрите, зверюшек, которых Ной взял с собой в ковчег. Ну, правда, не всех зверюшек, но некоторых. Каких сумели? Вот Дашеньки не было в прошлый раз на нашем занятии. Давайте мы с вами сегодня ей коротко расскажем об этом событии из Верхового Завета. Хорошо? Дашенька, садись вот сюда на стульчик, ты будешь слушать. А мы с ребятками расскажем тебе, что же происходило в это время. Вот у нас ангелочек, он пойдет по ручкам, по вашим. У кого ангелочек в руках окажется, тот будет коротко рассказывать о Великом Потопе и передавать к следующему. Хорошо? Только, пожалуйста, старайтесь не повторяться. Саша, что Бог повелел Ною? Бог повелел Ною, чтобы он сделал ковчег. И он туда пригласил всех зверей попали. Смеялись над ним. Да, он и людей приглашал строить ковчег, всех остальных. Но они смеялись над ним и не хотели помогать Ною. Правильно, Машенька. Когда Ной построил ковчег, все звери вошли в него, и вот там начался великий самый страшный потоп, дождь, сол, шел сорок дней и ночей. Когда дом скончился, двух ночь ночь послал вогана. А потом? А потом голубя, но оба они вернулись ни с чем. А потом он послал голубя, но он перелетел с веточкой олимой. маслиной. Маслиной. Хорошо, Саша. А лисенька и что же? И он передал мою, что где-то есть земля. Где-то уже земля просохла, раз растение уже появилось. Что, Андрюшенька, дальше было? и ковчег? И ковчег начался ну, наверное, когда вся вода сошла. И когда вся вода сошла, ковчег начал из ковчега стали выходить. Посмотрите на нас. Ковчега стали выходить звери. Звери и все, яму их, да? И что в это время передавай дальше? И что в это время появилось на небе, Танечка? Что в это время на небе появилось, Танечка? Ну, посмотри, что у нас. Радуга. Радуга. Ребятки, а что же такое радуга? Это знак переименения, что Бог не будет совершать больше таких потопов. Когда дети повторили библейскую историю о чудесном спасении Ноя, его семьи, животных, пришло время обсудить эти события и помочь детям разобраться в том, что помогло не только Ною, но может быть полезным и самим малышам. В игре им объяснялись заповеди, а также черты характера, особенности поведения, присущие добрым и боголюбивым людям. И дети это понимали. А почему Бог спас Ноя и его семью? Потому что он был хорошим и не обижал людей. А? Потому что он жил, как Бог учил. Жил, как Бог учил и все. Потому что он никогда не нарушал Божие законы. И он потому что он был бодрый. Правильно. Хорошо. Правильно, ребятки. Ноя и его семья жила праведно, значит правильно. Никого не обижали, ни на кого не злились, молились своему дворцу. И поэтому вот Господь Бог решил продолжить род человеческий с помощью вот такого хорошего и доброго человека Ноя и его семью. Так, а еще, ребятки, почему он спас Ноя? Потому что Ноя всегда прислушивался голосу своей совести. А кто не скажет? А что такое совесть? Совесть это она подсказывает, чтобы он хорошо себя верил. А? Как вы думаете? Чтобы мы как бы что человек в душе находит и он должен справиться либо ему предстоит Божие заказания. А если он сразу справится, наверное, Господь все милости он простит. Саша Если человек взял что-то плохое, то совесть ему подскажет и он справится. Если он послушается своей совести. Еще если забыла, да? Ну, ничего страшного. Совесть это, ребятки, советчик, который помогает ощутить свою вину. Постепенно разговор о спасенном ное перешел на обсуждение такой важной темы, как совесть. И несмотря на то, что дети уже знают о голосе Бога в своей душе, продолжать разговор на эту тему необходимо. Вы все правильно сказали, а сейчас мы послушаем стихотворение про совесть. Послушайте. Совесть это воздух чистый, это солнце луч искристый, то родник бесценный, свет, без нее и жизни нет. Это качество такое, что душе не даст покоя, всем добро велит творить, честным и правдивым быть. Добросовестно трудиться и всю жизнь добро и начаться. Какой замечательный, мудрный стихотворение про совесть. Совесть это голос Бога в нашем сердечке. Когда мы что-то собираемся сделать, мы писатели прислушиваются должны к своему сердечку. А что нам говорит наша совесть? Хорошо ли я буду поступать, если я сделаю вот это дело? Таким маленьким детишкам бывает трудно усидеть всю беседу, даже если ее тема близка, понятна и интересна ребенку. Потому после серьезного разговора о совести детям было предложено, конечно же, в форме игры проплыть сквозь бури и шторма Житейского моря и найти в нем для себя острова спасения. Наша жизнь, ребятки, она как море, бушующее море, в котором нас иногда топят волны зла, волны гнева, волны жадности. Но на любом море есть острова, на котором человек может спастись. Так же и у нас в жизни тоже есть острова, которые помогают нам спастись от этих волн зла. Вот сейчас вы отправитесь в плавание по Житейскому морю, и когда музыка закончится, каждый займет себе островок и назовет его именем того качества, которое пригодится вам в жизни. Итак, давайте мы сейчас отправимся в путешествие по нашему Житейскому морю поплыть. Вот такой и каждый островок себе выбирает. в каком же островочке он может спасти кушать. Итак, музыка закончилась и каждый из вас нашел островок. Сейчас я буду к вам подходить, а вы будете говорить, какое качество поможет вам на этом островке в жизни. Даша? Я думаю, что мне поможет качество в жизни это добро. Добро. Правильно. Доброта. Алисей? А мне поможет качество жизни молитва. Молитва. С молитвой правильно. Совершенно верно. С молитвой и жизнь наша становится радостной. Сашенька, а тебе что поможет в жизни? Бог. Вера в Бога. Да? хорошо. Алисша, а тебе? Что тебе поможет в жизни? Ну, ты подумай, пока Андрюша ответит, а потом ты. Андрей, а тебе что поможет? Не знаешь? Сашенька, тебе что поможет в жизни? Молитва. Так, Дашенька, а ты как ты думаешь? Мне может всех и Бог. А Верочке что поможет? Вежливо. Вежливо. А Машенька? Доброта. Доброта. Вот видите, как хорошо. Значит, все мы с вами спасемся в нашем Житейском море. Садитесь на стульчик. После спасения от топких волн Житейского моря на островах Веры, любви, доброты, молитвы и даже вежливости. Поиграв и отдохнув, дети вновь приступили к основной теме занятия спасению Ноя в ковчеге. В мире, для каждого из нас есть свой Ноя в ковчеге, свой корабль спасения. Как вы думаете, что это? Корабль. Дом Молитва. Комолитва. Дом. Дом. Еще как вы думаете, что это? Козырияна на Волгах. Да, Молитва. 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 Да, Дом. А я знаю, что я услышала один сфин, там один дяденька попал на остров и спас. И спас себя на этом острове. А потом он спас другого человека, который совсем не могла разговаривать. И он научил его разговаривать своему английскому языку. Вот видите, оказывается, оказывается, что в этом мире спасает еще и дружба, да? Да. И все, 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 что касается человеческих отношений. А вот в нашем мире вы все правильно, ребятки, сказали. Но самое-то главный наш корабль спасения. Это церковь, православная церковь. И поэтому, наверное, нам обязательно, хоть иногда надо обязательно заходить в Божий храм. Вы, наверное, многие уже сходили с мамами туда. И это очень радостно. Церковь основал Иисус Христос, наш Спаситель, Рождество которого мы с вами скоро будем праздновать. Ну, а сейчас, ребятки, давайте мы с вами нарисуем знак примирения Бога с людьми. Это Рамка. Вот у нас два мольберта. Пожалуйста, подходите туда. Рыбнитесь сами, пожарки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok все задания, закончили серьезные разговоры, веселые игры. Дети наговорили нам еще множество интересных вещей, пожелали радостно встретить Рождество и убежали на обед. А вот мамы, которые присутствовали на этом занятии, остались, чтобы поделиться с нами размышлениями и впечатлениями. Катя, а как Вы думаете, что стоит за тем, что некоторые родители против такого, ну скажем, духовного образования детей, когда они считают, что им детям это не нужно. Вот что за этим на самом деле стоит? Вот Ваши какие-то размышления? Многие родители думают, что ребенок должен сам это выбрать, когда вырастет. Нужно ли ему это в жизни? Ну я учитаю, как бы это сказать, я сама в это верю и думаю, что у меня дочь тоже будет в это верить. Ну сейчас вот вроде бы ей интересно, но в будущем, когда она вырастет, она уже выберет сама путь в этой жизни. А что ты с ребенком? Вот происходит за время занятий? Вот как-то он меняется? Или это такое же занятие, как по математике, по пене? Нет, это разные вещи. Она проходит дома спокойная. Учит меня, мама, ты не так говоришь, надо вот так говорить, как Элеонора Ивановна, спокойно, не ругать меня, надо объяснить. И вот в таком смысле. Конечно, человек меняется, ребенок в этом смысле. Что можно считать результатом педагогической работы? Каковы критерии оценки труда воспитателя? В такой сфере педагогической деятельности как духовно-нравственное воспитание не просто разработать оценочную шкалу, не просто выявить уровень духовного и нравственного развития малыша. Своими наблюдениями о том, какими могут быть плоды таких занятий и как это оценивают самые заинтересованные люди, родители, с нами поделился священник Антоний Тишков. Он духовно окормляет и друтовой коллектив сада, и его подопечных. Свой рассказ об итогах православной педагогической работы в этом детском саду батюшка начал с тех, кто ведет малышей, как пелось в песенке, «Дорога и добра». Именно воспитатели, приложив к своим профессиональным навыкам духовные знания, смогли развернуть ситуацию в лучшую сторону, убедить не словом, а делом родителей необходимости таких занятий. И вот они стали уже с разрешения заведующих, которые положительно к этому относятся, проводить там такие занятия примерно два раза в неделю. И, конечно, не всегда это было легко сразу, потому что многие даже из родителей были настроены не очень положительно. Некоторые даже не хотели свои детей отдавать на эти занятия и были против вообще их проведения. Но потом получилось так, что начали видеть плоды, то есть сразу же на детях это очень быстро стало сказываться, потому что им стали четко говорить, что хорошо и что плохо, не как у нас сейчас все размыто. Им четко стали определять, какие поступки хорошие, какие плохие, почему так можно себя вести, почему так нельзя. Они почувствовали это добро, эту любовь, действительно, источник его, Бога, узнали об этом. И действительно, многие родители стали потом уже менять свое отношение. И те, кто категорически даже вначале были против, стали потом просить, чтобы их детей взяли на такие занятия. Не все, конечно, но много таких случаев. Есть разные возможности оценить труды воспитателя, но все же одним из самых главных критериев работы является отношение родителей, дошколят, к этим занятиям. Своими впечатлениями с нами поделилась Анна Ярина, мама девочки Даши, посещающей православный кружок уже два года. Анна рассказала, как происходило приобщение к православной вере сначала ее дочке, а потом и ее самой. Вы знаете, сейчас в современном мире очень много зла, очень много агрессии, многие родители этого просто не понимают и сами не стараются дать ребенку то, что могут дать вот эти православные занятия, это доброта, понимание, и, во-первых, самое главное, это любовь к ближнему. Как у нас родители очень занятые, мама занята, папа занят, и ребенок представлен сам себе. Улица, друзья, и кто как. А здесь ребенок воспитывается добру, понимание, любви к ближнему. Моя дочь уже ходит сюда второй год, и благодаря этим же занятиям мое восприятие, моя вера больше укрепилась. Какой-то случай все равно же вспомнится, когда она вас на самом деле удивила вот той глубиной, которая, казалось бы, недоступна детскому мировосприятию. Вы знаете, вот получается так, что нет хода без добра. Ну, у нас в семье произошло очень неприятное событие. Вот, и, может быть, благодаря дочери, благодаря, опять же, Еленоре Ивановне и беседы с ней, мне было легче это все пережить, то есть, беседы с ребенком, беседы с Еленорой Ивановной, помогли мне выйти из сложной, очень сложной ситуации, не замкнуться в себя, самое главное, не стать агрессивной и не стать, не сохранить себе злобу на тех людей, у которых мне стало больно. И в этом плане мой ребенок меня очень сильно удивил, потому что к совету давала она. Она, пойдем к Елену Ивановне поговорим, потому что она видела то состояние, в котором я находилась, и мы вместе приходили, мы вместе беседовали, мы вместе с ней ходили в храм, я исповедовалась, потом вместе ходили с ней, прочищались, и таким образом. Благодаря дочери, я говорю, что нет хода без добра. Такую школу, с помощью, такого поводоря пройти. Да, и большое спасибо Елену Ивановне, и очень большое спасибо, потому что, если бы не она, я не знаю, какое состояние сейчас было бы у меня. А сейчас очень хорошее, веселое, приподнятое, самое главное, вера. Даша Ярина во время занятий действительно обратила на себя внимание какой-то особой вдумчивостью, обстоятельностью. Слушая девочку, не перестаешь удивляться, что ребенок может не только рассуждать о таких глубоких, даже для взрослого, вещах, но делает это осознанно, а главное, очень заинтересованно, как будто библейские события являются частью лично ее жизни, ее переживаний. Я знаю о Пресвятой Богородице, что она родилась на Иисуса Христа, и его злые люди распяли на Христе, и его тело все еще хранится на небе, и кто ходит в храм, там, наверное, они видели крест, который сделан из дерева, и там из дерева тоже сделан из Христов, и там он навешан белой тюлью. Скажи, пожалуйста, а как ты к этому относишься? Я отношусь к этому по-доброму. А как ты относишься к Спасителю, когда видишь его на распятии? Я не отношусь к нему, что его жалко. А когда нам человека жалко, что мы для него хотим сделать? За него помолиться. Ну, а Иисусу Христу мы можем сами помолиться? Да. Спасибо. А то, что Ваша девочка так разумна, так внятна, как бы она ориентируется в понятиях, она делает какие-то выводы, вот это все свойственно ей было всегда, или это вот как бы в результате вот этих занятий такое мышление ребенка развивается? Вот Ваше мнение. Ну, это мы занимаемся уже, как я говорила, второй год, и не только, допустим, вот она здесь занималась, и все, мы же нарисовали здесь где-то какие-то картинки, выполнили задания, мы с ней занимаемся еще дома. Мы с ней беседуем, мы с ней разговариваем, она рассуждает сама, я ими к чему не подталкиваю, то есть все выводы, все рассуждения она делает сама. Мало знают родители, как может посвятляться детский ум познанием истинным. Да. Что-то еще вот от себя хотите сказать? Большое спасибо, Леонория Ивановна, и хотелось бы сказать, что вот такие занятия нужны во всех детских учреждениях, в школах, в детских садах, и, знаете, хотелось бы, чтобы эти занятия посчитали не только дети, но и взрослые. Тогда, может быть, у нас агрессия и зла стало бы поменьше. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Влияние православных занятий на развитие нравственных чувств, формирование нравственного поведения ребенка неоценимо. Дети учатся различать истинное добро и зло именно с позиций православия. Малышей учат любить и почитать родителей, быть послушными, говорить добрые слова и делать добрые дела. А это, между прочим, нелегко. Современным детям также нелегко бывает усвоить нравственные понятия, как сложно молодым родителям дать их своим чадом. Совсем недостаточно говорить ребенку о том, как себя вести, по каким правилам строить отношения с миром. Тому, кто воспитывает, нужно самому жить в соответствии с этими правилами. О том, как готовятся и проводятся такие уроки добра, мы говорили с педагогом Элеонорой Ивановной Гаршиной. Мы учим деток самое главное это различать добро и зло в этой жизни. Откуда идет зло и как мы можем бороться со злом. Мы не можем, допустим, отвечать злом на зло, а мы должны зло побороть добром. У нас на всех, на всех занятиях, праздниках, итоговых мероприятиях, развлечениях у нас везде прослеживается вот такая тема, что зло обязательно должно побеждаться добром. Элеонора Ивановна рассказала о том, как обычно происходят православные занятия и чем должны руководствоваться педагоги и родители, занимаясь духовно-нравственным воспитанием детей. При подготовке занятий я использую методическую литературу Афанасьевой и Дорофеевой. Но это немножко сухой материал, поэтому я стараюсь в эти занятия включить побольше игр. Игр именно на нравственную тему, потому что без игры невозможно обучение в дошкольном возрасте. Игра — это основной вид деятельности. Поэтому что бы мы ни делали, мы постоянно играем. Вот для младших дошкольников у нас ведь есть две группы. Есть группа для старших для школьников с пяти до семи, а есть группа для младших дошкольников с трёх до пяти лет. И там мы просто-напросто совсем не можем без игры. У нас присутствуют обязательно персонажи. Вон у нас сидит, овечка-звёздочка и куколка-катенька. Они постоянно ведут между собой разговор. То есть куколка-катенька спрашивает овечку-звёздочку, овечка-звёздочка отвечает. Получается, что это не я доношу до детей, а всё это информация о Господе, о Боге проходит через уст, через уст от этих игрушек. И это им лучше запоминается, усваивается. И они постоянно ждут, как только увидят овечку-звёздочку, куколку-катеньку. Опять они к нам пришли, как хорошо, захлопают в ладошки. А если проводится простое занятие, ну, допустим, дети приходят ко мне на занятия по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, и они сидят, вот там эти зверюшки-игрушки, и они всё время спрашивают, так куколка-катенька нас слушает, а овечка-звёздочка нас слушает. Конечно, конечно, ребятки, все они здесь и все нас слушают. И не только они, но и Господь Бог всегда с нами присутствует. Не только от воспитателей этого детсада, но и от специалистов катехизаторского отдела и от других родителей доводилось слышать, что многие дети, посещающие православные кружки, становятся внимательнее к своему поведению, выравниваются их отношения с близкими. Малыши учатся анализировать свои поступки именно с нравственных позиций, не совершают ли они грех, не причиняют ли боль другим людям. А ещё детки становятся дружелюбнее, охотно помогают и сверстникам, и родителям. Что же способствует таким переменам? И почему родители меняют своё равнодушное, а порой и отрицательное отношение на согласие обучать детей в православных кружках? Мы говорим о том, что Господь всех нас любит. Обязательно, обязательно связываем это с семьёй. Обязательно. Потому что без семьи, без мамы, без папы, без родителей наши занятия просто будут пустыми. И это очень нравится родителям. Вот, например, у нас есть родительские уголки в каждой группе. И в этих родительских уголках помещается полезная информация для родителей, краткая информация о занятии и творческие работы детей. И вот эти творческие работы они посвящены именно родителям, их близким, родителям детей, их близких и, ну, друзьям этих детей. И вот этот уголок, он прям вот, где творческие работы, это просто притягивает родителей. Не краткая информация, допустим, А вот это творческие работы вот этих детей, потому что они посвящены им. Скажи, например, «Доброцветик для мамы», где на каждом лепесточке они пишут слова добрые о своей маме. Или, например, «Когда мама рядом» занятие вот такое. Что ребёнок чувствует, когда мама его рядом? Там уют, любовь, спокойствие. И вот он это мне говорит, а я это всё записываю и приклеиваю в уголочек родительский. И родители просто даже снимают с этих уголочков вот эти вот работы детские, уносят домой, чтобы сохранить их на память себе. Но не только через уголки для папы-мам или через личное общение с воспитателями происходит знакомство родителей с тем, что изучают их дети на занятиях в православных кружках. Родители также могут узнать об уроках добра и веры через специальные православные альбомы. На этом замечательном способе общения следует остановиться подробнее. Оказывается, через такую простую и понятную вещь происходит удивительное явление. Занятия по программе «Источник» помогают ребёнку и его семье открыть дорогу к храму. С родителями у нас происходит всё-таки не столько очно, сколько заочно, потому что я лично с родителями встречаюсь мало. Я преподаю вот в этом кабинете ознакомление с окружающим, развитие речи, экологию и ознакомление с художественной литературой. Поэтому в группах у нас другие педагоги. Но мы с ними встречаемся на родительских собраниях, на встречах с батюшкой мы их приглашаем, с психологом, с православным. Но самым главным моим методом и формой работы является альбом. Вот альбом православный для каждого ребёночка. Каждый родитель завёл своему ребёнку вот такой альбом оформил. И в этот альбом я вклеиваю целое занятие, полное занятие нашего православного урока. То есть конспект полного занятия. То есть родитель, если он здесь не прочитал краткую информацию о родительском уголке, он может прийти домой в спокойной обстановке, в удобное для него время, открыть альбом, прочитать всё, что написано, всё, что я даю им, выполнить ребёнком занятия, задания домашние. И если у них возникают какие-то там, ну, недоразумения, вопросы, может, что-то непонятно становится, они приходят ко мне, и мы с ними, ну, как говорится, обсуждаем это, разъясняем, становимся, чтобы у нас всё стало на свои места. Вот этот альбом очень нам помогает. Получают первоначальные православные знания не только дети, получают и невоцерковлённые родители, и не только родители, но даже те люди, которые по воле Божией приходят к ним в гости. Тёти, дядю, бабушки, дедушки пришли, увидели альбом, потому что этот альбом находится у детей целую неделю. Вот они в среду сегодня мне принесли, я им всё это напишу, домашнее задание, и отдаю обратно. И целую неделю этот альбом у них находится дома. Они выполняют задания, домашнее задание, читают, повторяют и приносят в следующую среду мне обратно. Перемены к лучшему в этом детском саду стали происходить не только с детьми и их родителями. Они коснулись всего коллектива. С воспитателями, по мере их знакомства с основами православной веры, также случились изменения, которые до сих пор удивляют и радуют самих педагогов. Про коллектив ваш, что с ним тоже происходят перемены, расскажите, пожалуйста. Да, в нашем коллективе у нас так получилось, что наш детский сад представляет собой дружную команду. По промыслу Божию все люди собрались в этом коллективе, и каждый служит детскому саду своими способностями. И вот вы знаете, после того, как в первый раз наша любимая заведующая пригласила батюшку, чтобы он осветил наш детский сад, Дух Божий вошел к нам. И вы знаете, он стал к нам приходить очень часто, батюшка. Он стал долгожданным гостем. Мы все ждали. Девочки, если что-то он задерживался, они все беспокоились, всегда спрашивали, когда же он придет. Рассказывал он нам о своих поездках паломнических, дарил нам иконочки, исповедовал даже сотрудников на рабочем месте. То есть все наши, практически все девочки, все наши сотрудницы, они все почувствовали, как может изменить покаяние судьбу человека. И вот как только вот эта вот исповедь произошла в детском саду, у нас стало царить добро, взаимопонимание, у нас перестали быть в детском саду ссоры. Все стали мирным путем все решать. В нашем детском саду все стали, не все, многие стали ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Наш час православия подошел к концу. Тема выцерковления, введения в храм как детей, так и взрослых, настолько обширна, что ее невозможно раскрыть в рамках одной программы. Но мы постарались на примере одного начинания, одного детского садика, одной епархии показать, как можно в наши дни полагать начало спасения и собственного, и вверенных нам Богом детей. Это раньше, когда наше Отечество называли Святой Русью, дети с самого раннего возраста видели в доме иконы, молящихся родителей, а затем и сами молились, клали поклоны, осеняли себя крестным знаменем. И самое главное, кроме малой церкви, семьи, у всего нашего народа была еще Церковь Христова, непотопляемый корабль спасения. Сегодня все иначе. Маленькие дети, которые сердцем слышат и разумеют Слово Божие, зовут своих родителей в храмы, зовут их, как Ной в тот ковчег спасения, который может переплыть Житейское море. Этот призыв две тысячи лет звучит от самого Спасителя, от отцов Церкви, а сегодня и от самых малых детей. Услышат ли этот призыв современные родители? А ты ходишь, Даша, в храм? Ни один раз не ходила. В храме ни разу не была, в церкви? А мне показалось, ты так много знаешь. Была в церкви, когда совсем маленькая была. А ты можешь после этих занятий маму позвать в церковь, пригласить? А как ты думаешь, она согласится? Думаю, что нет. У меня много работы дома. Субтитры создавал DimaTorzok